Оставили ночи, утром спецтехника нагребла валы снега, затем по периметру появились знаки «Проход закрыт». Жизнь стала невозможной. Закрыли всё. Ну это вообще абсурд. Да мы в зоопарке себя чувствуем. Почему мы, жители района, должны обходить эту территорию? Эта тропинка – самый короткий путь к метро Первомайская для жителей трёх многоэтажных домов. Варевайтман 81. Почти полвека она ходила здесь каждый день. Неожиданно закрыли. Пришлось вокруг ходить и искать вход в дом. Мы закрыты, как клетки заключённые. Два ряда заборов установили жильцы этого дома. Стремление отгородиться от соседей объясняет забота о безопасности. Колятся люди, распивают спиртные напитки. За наш дом, двор точнее нашего дома, это злачное место было. Поэтому мы решили от этого свинарника отгородиться. Каждый божий день – оры, крики, пьянство, драки. Нападение было на мою жену, мы заявление писали. Это была единственная законная возможность это сделать. Мы ничего не захватывали. Землю по домам жильцы признали долевой собственностью. А значит, юридически она частная. Этим решением они ограничили проход 30-го дома, 32-го дома, 28-го по уже сложившейся тропинке к метро. Однако, имеются альтернативные проходы по здесь журналисту. Они не должны меня уведомлять, кто хотят поставить забор. Частым стал и этот клочок земли прямо у метро. Каким-то странным образом его тоже записали на жителей 25-го дома. Когда об этом узнали соседи, дело дошло до драки. Дворовые войны на 9-й парковой, пока закончились временной капитуляцией жильцов, установивший забор целый пролет сломан, короткий путь к метро снова открыт. Но долго ли трак продлится, никто не знает. Они во двор, а там забор. Это про современную Москву. Закрыто, странно. Не попасть во двор. Обычный столичный двор на улице Александра Невского. Теперь это территория особого режима. Со всех сторон колючая проволока и тяжелые замки. Вы как к этому относитесь? Отрицательно. Если раньше дворы отгораживали шлагбаумами от чужих машин, то теперь заборами от чужих людей. На 2-й Тверской и Ямской тоже решили «мой двор, моя крепость». Поскольку я не дача, а городская территория, то я считаю, что нужно обсуждать этот вопрос. Не просто вешать замки. Это уже сивцы фражек. За забором спрятали не только двор, но и сквер. Нам, другим жильцам, кажется, что это несправедливо. Ни по отношению к нам, ни по отношению вообще к любым людям, которые имеют право, в конце концов, зайти в Арбатский двор и пустить в сквер. Москва переживает настоящий бум на установку ограждений. Если так пойдет и дальше, столица рискует превратиться в одну большую запретную зону.